Телекомпания «Вид» представляет Знаете, я очень взволнован, потому что я пришел в дом, с которого я начал свой земной путь. Вот здесь у меня замечательные соседи были, но сейчас соседи сменились, сейчас здесь уже маленькие родители, наверное, три поколения сменилось. Но квартира вот здесь сзади, правильно? Вот здесь, вот здесь, вот это все было наше. Вот там была дверь, которую мы закрывали на палку от цыган, когда нас пугали, вот там. И там стоял рояль в той комнате, и там я впервые услышал музыку. Я очень любил эту квартиру, потому что она мне казалась огромной, потому что пропорционально я был очень-очень маленьким по отношению даже к этой квартире. Надо сказать, что в Министерстве культуры повезло, потому что дом сохранился, и сейчас просто я хочу, чтобы те зрители это знали, здесь музей Леопольда Неслава Остроповича. Вот там они как-то готовятся к открытию, я думаю, что мы еще успеем снять, когда этот музей будет существовать. Вы знаете, я хочу здесь немножко кое-что прибавить. Отец мой очень много сделал для Баку, по сути дела начал велончельную школу здесь. У него было много учеников. Я помню, у нас есть фотографии еще, отец с учениками и моя мама с учениками. И вот отец мой так много сделал, и в конечном счете его жизнь была, в общем, очень несчастной. Когда он приехал в Москву, его никуда не пустили. Он там и не преподавал, кроме музыкальных школ, и концертов не играл. Отец у меня был очень скромный человек, говорил мне, если я нужен, за мной придут. За ним не пришли. Он умер, по сути дела, в нищете в нашей семье, в городе Оренбурге, в 42-м году во его войне. И то, что его помнят в Баку, вот это для меня самое-самое великое ощущение счастья. То, что моего отца помнят, ему здесь благодарны. И поэтому, когда делают вот такой музей Леопольда Роскоповича, ну, с его семьей, вот тогда, я считаю, это замечательная инициатива. Я попробую создать все, что у меня есть ценного. И я найду архив отца, и тоже, да, поэтому меня это очень приятно. Спасибо огромное. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня вторник, в эфире программа «Тема». Но проходит она не в нашей обычной студии Востанкино, а здесь, на смотровой площадке города Баку. Прекрасного города, где живут и работают великие музыканты, певцы, художники и артисты. У нас в гостях один из самых известных музыкантов планеты, человек с поистине мировым именем, великий маэстро, бакинец Настислав Леопольдович Ростропович. Добро пожаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Были сюрпризом. Но это так, 27 марта 1927 года в семье замечательного музыканта Леопольда Ростроповича родился сын Стислав. И первый вопрос к вам, как к бакинцу, как уроженца нашего города. Какую роль сыграли в вашей жизни ваши родители? Ну, вы знаете, тот момент, когда я родился, я как-то не запомнил. Да, это... Но дальнейшее мое развитие происходило в Баку, и я постепенно, так сказать, приходил в сознание человеческое. Поэтому я начинал слышать, как отец играл на вилончели, наставил рояль в этих комнатках, и мать ему аккомпанировала. Вот это первые мои впечатления. У меня сохранилась фотография, на которую я четырех месяцев меня положил в вилончельный футляр. Да, крышка вилончельного футляра была открыта, и лежал еще там в вилончели. Вы знаете, что меня поразило? То, что в четыре месяца я уже играл пиццикатом на вилончели. На той же самой вилончельный футляр. Я был увезен отсюда родителями, когда мне было пять лет, пять-шесть лет, может быть. Но в это время я очень хорошо запомнил. Очень хорошо запомнил. Я запомнил друзей отца. У отца здесь был огромный класс. Он, так сказать, первый, который воспитывал здесь вилончелистов. Отец и мать очень-очень любили Баку. У них было огромное количество друзей. И друзей очень известных, которые сейчас уже являются классиками. Такие, как Узеер Губзебеков, как знаменитый певец Бюльбюль, как многие-многие другие замечательные музыканты, исполнители. Поэтому я даже помню их всех. Ну вот. И для меня, конечно, очень важно было, что я в таком замечательном климате родился. Ну, вот так и вырос. Вот видите, и сохранился. Надо сказать, что... Надо сказать, что... Я должен объяснить телезрителям по поводу климата, что сейчас здесь, на верхней точке города, хотя уже вечер, примерно 35 градусов тепла. Поэтому климат здесь достаточно теплый. Но мы не могли избежать этого соблазна, чтобы Ростропович был на фоне Баку. Вот вы известный диссидент. У вас скрывался Солженицын. Вы рисковали не только биографией, не только будущим своим, но и детей, и вашей жены. И вот действительно просто герой. И вот вы были ярый враг всех начальников президентов и вождей. А сейчас вы лучший друг президента Ельцина, лучший друг президента Алиева. Чем это вызвано изменение вашей отношению начальниками президента? Вы знаете, президент, президент урозен. Особенно, если они бывают в разные периоды жизни страны. Поэтому, когда меня спрашивают, почему, скажем, я вот сейчас подружился с нашим президентом, с господином Алиевым. Конечно, господин Ельцин, наш президент России, он ведь тоже занимал высокие поступки в партии. Но, вы знаете, нужно уметь, нужно иметь огромную силу вот так взять и положить в те времена еще партийный билет. И, скажем, уйти вообще от работы, тогда, когда еще все могло быть так, что еще могло существовать. Это не потому, что сбежали, как говорится, как крысы с тонущего корабля. А просто потому, что было понятно, что все-таки если продолжать работу в этой системе, это значит быть врагами своему собственному народу. И поэтому эти люди для меня вот так и разделяются. Одни, которые подняли это раньше других, и, зная всю эту систему, начали работать против этой системы. Знают, как ее изменить. И знают, что нужно, чтобы не было безобразия. Вот я считаю, что это очень важно. Спасибо. Почему вы все чаще и чаще приезжаете в свой родной город Баку? Вот с тех пор, когда меня позвали сюда, я посмотрел на дом, где я родился. Я увидел эту улицу, которую я хорошо помнил. Балкон я помнил еще лучше, второго этажа. Но все родители не разрешали подходить к барьеру. Ну, просто смотреть из двери на балкон, так сказать. Потому что в барьере я упаду. Хотя в два раза выше была барьера, чем я. Но родители есть родители. Вот. Потом, когда они уходили в консерваторию, а все время пугали нас почему-то цыганами. Говорят, цыганы вас украдут. Поэтому такая палка была здоровая. Мы с Вероникой, вот сестра моя здесь, мы ели-еле, значит, палку поднимали и закрывались. Понимаете, ну вот все эти детали я вспомнил, когда я приехал сюда. Вспомнил. Вот, конечно, сейчас многое изменилось. Я помню, как отец брал меня за руку, шел на углу, там продавалась брынза, которая была в такой бочке с водой мутной. Оттуда вылавливались в брынзу. И отец покупал, понимаете? Была еще холба, почему-то сейчас исчезла. Надо мне вообще как-то восстановить это дело. Вот, понимаете, да. И сразу у меня это наплывом все пришло сюда. И мне захотелось сюда, знаете, как вот, ну я, конечно, не знаю, как мне Бог положит, сколько жизней, но вот, говорит, кошку тянет на свое место. Вот. Ну вот я как кошка, как кот, скорее говоря. Вот. Приехал сюда, мне захотелось здесь бывать. Город Баку. Первые упоминания о нем относятся к пятому веку нашей эры. С 1747 года столица Бакинского ханства. С 1806 года находился в составе Российской империи. В 1920 году Баку объявлен столицей республики Азербайджан. Сегодня население Баку насчитывает около трех миллионов человек. В Баку свое состояние скопили Ротшильды и братья Нобили, Людвиг и Альфред, которые в 19 веке открыли здесь нефтепромышленное предприятие. Затем оно переросло в товарищество братьев Нобилей. В пригороде Баку жил и творил Сергей Есенин. Что для вас город Баку? Клевый город, шикарный, обожаю. Это дружелюбие, это мир, это добро, это любовь, это красота. Я всю свою жизнь прожил в этом городе. И не променяю его ни на какой другой. Здесь интернациональный город. Самый-самый-самый лучший город на свете. Баку это Баку, единственный город. И вообще, вы знаете, когда нас спрашивают, кто вы по национальности, я всегда говорю, я Бакинка. И бакинцы наши всегда улыбаются, они понимают, что это такое. Ну, как родной дом, город Баку. Мы очень любим наш город, у нас прекрасный город. Лично я никуда не смогу, наверное, уехать. У нас родина, это наша, и наша любовь, город Баку. Может быть, банально немножко будет звучать, но это моя душа, мое сердце, моя любовь. И во всяком случае, я нигде в другом месте не смог бы жить. Помимо этого, многие знают, насколько славный наш город. Я не знаю, по крайней мере, такие имена, как Вандау, Рашид Бейботов, Палат Бельбелёглы, Муслим Магомаев, Растропович. Они славят наш город, нашу республику, нашу страну, на весь мир. Не знаю, я просто горжусь и очень-очень сильно люблю свой город. Какова цель вашего нынешнего приезда в Баку? Мне захотелось просто тем, чем я могу, просто помочь. Вот приехать сюда и что-нибудь сделать доброе. Что я могу сделать доброе? В музыке, значит, я могу немножко, так сказать, знаю, делать. Поэтому я решил приехать сюда на 10 дней. 10 дней для меня – это дикое количество времени, я могу сказать. Я бываю 2-3 дня в каком-нибудь месте. Я хотел побывать в концернатории и послушать ребят, не только послушать, а дать какие-то мастер-классы. Сказать вам, что я видел в жизни, что я видел, что я знаю в музыке. Вы знаете, потом я как передаточный пункт, я не беру на себя больших каких-то, ну, таких, больших миссий. Но я могу сказать, что поскольку я очень близко знал, был мой учитель Шостакович, я очень близко знал Прокофьева, я близко знал самых выдающихся композиторов мира. Начиная от того, что я был лично знаком с Сибелиусом, еще с таким композитором Хиндемитом, это уже очень старые композиторы были. Мне хочется молодежи просто сказать, вот я их видел, и вот что они говорили мне. Так сказать, быть передаточным пунктом. Ну, я вот в консерватории посидел, 4 дня, полных дня, я сидел, слушал замечательно талантливых ребят. Ну, и делился впечатлениями. Думаю, что для меня это доставило большую радость. Качество мастер-классов, конечно, было фантастическое, и 4 дня это такой роскошный подарок, которым не могла мечтать ни одна консерватория в мире. Это уникальный случай, когда Ростропович 4 дня дал подряд 4 мастер-классов. Но он дал нам другой урок. Ростропович считал своим долгом поздороваться со всеми простыми людьми, которые, ну, стояли где-то там вдали. Это мог быть шофер или уборщица. Он подходил, здоровался за руку, спрашивал, как ваши дела, как дети. И люди, порой привыкшие к чванству обычных мелких чиновников, были поражены простотой этого мастера. Вот за этот урок, за то, что за эту человечность, я бы просто низко склонил голову перед великим мастером. Спасибо. Можно я немножко... Юринка, можно я немножко сделаю маленький комментарий? Да, конечно. Да, да. Вы знаете, я хочу сказать моим дорогим друзьям, которые сегодня собрались в такую жару, чтобы мы повидались вместе. Вы знаете, у меня есть несколько правил в жизни. Одно очень короткое правило, которое я просто взял от великого немецкого писателя Гёте. Гёте сказал гениальную фразу. Он сказал, все мы под платьями ходим голые. Прав. Вот. Вы знаете, дело в том, что наш успех, наша профессия для меня это платье. Для меня это платье. Платье, которое покроено, так сказать, ну, судьбой, если хотите. Вот скроила для меня судьба платья музыканта. И каждый из вас, кто-то чертежник, это его платье, кто-то шофер. Но под платьями мы все ходим голые. Мы все либо мужчины, либо женщины. И вот я думаю, что когда мы отбросим наши профессии и будем думать о том, что мы должны быть внимательны к каждому из нас, тогда у нас будет счастливый момент. Поэтому запомните, особенно молодые, запомните, все мы под платьями ходим голые, все мы одинаковые. И что бы кому не повезло, это везение. Это, может быть, не ты сам сделал. Тебе так сказать, ну, вот написано было на твоей судьбе так сделать. Но не гордитесь, что это вы сделали, вот вы это все создали. Поэтому всегда к людям, которые менее счастливы в жизни, нужно относиться еще более тепло. Вот так. Спасибо. Вот, вы знаете, я очень много слышал о ваших мастер-классах. В чем заключается, вот просто интересно, потому что я думаю, не только я не знаю, я думаю, телезрители тоже об этом не догадываются. Хорошо. Учить, как Ростропович играет. Был такой Генрик Устарович Нарегаус, который воспитал самую большую плеяну пианистов мира. Это были его ученики, и Эмиль Гиллерс, и Святослав Теофилович Рихтер, и Яков Зак, и так далее, и тому подобное. Но это был гениальный человек. Вы знаете, он себя ввел во время уроков в классе, вы знаете, так, как будто, ну, смешной такой человек. Смешной человек, руки хохочет, не становится его, потом сострит чем-нибудь такое. Понимаете, и вот когда студенты на него смотрели, они думали, вот, слух-то идет, что он гениальный такой, все это такое. И вот к нему приходили студенты, руки трясутся. А вдруг он что-нибудь такое скажет, сморозит даже, что-то такое. Слегка хохочет, ну, вовсе не страшно ему играть. И начинают играть, открывают свою душу. И поэтому для того, чтобы он открыл студент душу, чтобы ты понял, в чем он силен, в чем он не силен. Вот нужно обязательно, так сказать, в классе показывать себя вовсе не каким-то таким известным, не каким-то таким важным. А показывать себя таким даже немножко придуроковатым. Очень помогает. Спасибо. Дорогой маэстро, подготовлю вам подарок. Это ученики 21-й музыкальной школы, которые носят имена Леопольда и Мстислава Ростроповичей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Ваш концерт в Баку, помните первый приезд, когда было по три концерта в день? А, давно было? Да, это было очень давно, и это была сенсация, билеты только через ЦК партии, только дефицит, я достал билеты. Я пришел, и я был поражен, вы прямо с Виланчелю разговариваете иногда, что-то и шепчете, иногда у вас слезы появляются. Вот это сумасшедшая трата энергии, откуда, как вы ее возобновляете, это спорт, или это душевное состояние, я не могу понять. Вы знаете, ну, с Виланчелю я вот особенно, те концерты вспоминаете, когда билеты через ЦК партии, конечно, я с Виланчелю только мог разговаривать откровенно, и особенно шепотом. Нет, ну, вы знаете, дело в том, что когда любишь музыку, когда ей посвящаешь всю свою жизнь без остатка, тогда уже, вот как я работаю? У меня, я работаю прежде всего так, я смотрю в ноты, слышу, как звучат эти ноты, и я думаю, вот каким звуком я должен сыграть. Вот я создаю какой-то идеал в данном случае, для данного произведения, для данного места. Вот это должно вот в моем уме, в моей фантазии звучать так. И когда я беру Виланчель, я стараюсь сделать именно такой звук, который в моем идеале. И поэтому для меня это, понимаете, вот с Виланчелью у меня нет никаких, во-первых, нет никаких тайн. Во-вторых, у меня нет никаких преград. Я могу ей объяснить все свои чувства. А музыка мне дает эту почву для чувства, понимаете? Там есть и любовь, там есть в музыке трагедия, там есть и надежда. И в каждом этом состоянии можно найти свой звук. Я знал очень многих композитов, самых великих. У меня как-то не было ни одного примера в жизни, что если композитор находился в состоянии, в трагическом состоянии в его жизни, либо смерть близкого, либо просто гонение на этого композитора. Вы знаете, в это время никогда композитор не сочинял Польку или Фокстрот. Вот какое у него состояние духовное. Вот он это выражал в музыке, он выражал это, понимаете, в гармонии, он выражал это страдания. Или наоборот, когда у него была благополучная жизнь, ну вот тогда была такая музыка. Сам по себе могу сказать, что я намного лучше играю. Это не знаете, не делайте вывода из-за этого глобального. Но когда меня обидели, я играю лучше. Когда я веселый, когда я радостный, ну не так получается, как я бы хотел. Но вот это есть какие-то вещи, которые очень глубоки. Грусть, вот она для меня глубже, чем веселье. Вот так получается. Как исповедь. Я хочу коснуться, если позволите, и других сторон вашего, не скажу, таланта, вашего гражданского сознания. Вы действительно приносите много пользы. Но вот интересно, вы себя представляете, каким министерством? Культуры, там, иностранных дел, экономики. Вот какое министерство вы считаете вы? Чем я, так сказать, ну чем я, вроде как, служу нам всем? Я служу тем, что я не меняюсь. Какой я есть, такой я есть. А меня считают довольно хорошим человеком по всему миру. Но почему считают хорошим человеком? Я приблизительно 30 концертов из моих концертов играю на какие-нибудь вот такие, на милосердие. Ну, в России-то я очень много делаю. У меня для России есть мой фонд с Вишневской, который мы сделали. Мы уже, я трясу, даю концерт в этот фонд. Но я еще трясу всех толстосумов моих друзей. Там, в Америке, в других странах, в Японии. Понимаете? Они дают деньги. И в результате сейчас на педиатрию в России, где я шефствую на Академии педиатрии в Петербурге, где я сделал в Оренбурге такое тоже отделение, реанимационное отделение для детей. Затем сделал в древне Вачино в городской губернии. Сделал такой госпиталь для рожениц, потому что там этого не было. И для детей, которые там... И когда мне дали список детей, которые остались живыми, только благодаря американской аппаратуре, которую я тогда поставил, вы знаете, что может быть лучше? Ничего лучше и более удовлетворительного в жизни не может быть. Ни один лучший концерт не может с этим сравниться. Так что вот это у меня удовлетворяет. А какое министерство я обслуживаю, это я объяснил. Мне очень хорошо сказали. Ну, замечательное министерство. Может, министерство электростанции? Нет, это министерство доброго сердца. Его, к сожалению, нет пока в нашей стране. А вот скажите, как-то получается, что вы, когда в России трудно, всегда оказываетесь здесь у нас в стране. Так было и в августе 91-го и осенью 93-го. Как это происходит? Ну, знаете, это происходит, в общем, в каком-то смысле интуитивно. Когда я поехал на путь московский, я увидел пресс-конференцию, вот это самое, ГПКЧ какой-то, я забыл. ГПКЧП. Спасибо, ГПКЧ. На здоровье. Вот. И вот, да, я увидел, когда они сказали, будет одна газета, будет одна программа телевидения, будет комендантский час, я уже увидел просто по их лицам, я уже понял, что это будет. И, вы знаете, мне как-то пошло, как-то сверху ко мне пришла один эпизод из 8-й симфонии Шостаковича. Такой, такая музыка, ну, в такой безнадежности эта музыка. Я решил, я, конечно, поеду, я и поеду туда. И я подумал так, что если даже меня там на что рассчитывать полностью, что там, конечно, подавят этот путь, который, то есть не путь, а подавят демократии, которая была. Я решил так, ну, хорошо, ну, если даже меня там какой-нибудь раздавят, все-таки на два года нужно будет отменять концерт. Значит, каждый раз сказал, будет отменять концерт, я сказал, все-таки напрасно его убили, он мог хорошо сыграть. Понимаете? Вот, я поехал, думаю, ну, и ничего, все-таки в этой жизни, которую уже можно кончить смело, я все-таки сделал бы какое-то добро. Вот так поехал. А как это, отчего это происходит? Ну, наверное, все-таки в каком-то смысле я чувствую какую-то ситуацию. Должно надо сказать, что если возобновится, я это говорю во вселуслушании, если возобновится конфликт между Азербайджаном и Арменией, я поеду туда обязательно. Поеду. И встану вверху. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Во-первых, у меня к вам пожелание дорогой и любимый Мстислав Леопольдович. Да. Хотя вы правильно заметили, что все мы под одеждой голые, но я желаю вам, чтобы ваша одежда всегда была такой же нарядной, такой же удивительной, такой же музыкальной и щедрой. И у меня к вам короткий вопрос. Чувствуется, что вы глубоко верующий человек. Мне бы хотелось слышать, может быть, какой-то случай жизни, когда вы почувствуете роль Бога в вашей жизни. Вы знаете, даже трудно разделить мою жизнь. Потому что вся моя жизнь получается какой-то странной цепочкой во всем. И в музыке, и просто в жизни, и просто в удачах. Понимаете, вот так, ну, скажем, ну, считаю, что вся моя жизнь как-то и сделана, в общем, не мной. Может быть, я не буду так высоко говорить, что Бог был занят моей жизнью. Ну, вот, может быть, родители, которые там находятся, может, друзья, которые обо мне думают оттуда. Но они вот как-то так делают так, что стечение обстоятельств. Например, приехал я в Прагу в 55-м году. Приехал я туда на прагскую весну. Ну, причем приехал я уже как член жюри туда, конкурса. Первый мой конкурс, который я был избран, заместитель председателя жюри. Поэтому костюм-то у меня был один, но взял с тобой примерно 8 галстуков. Все-таки заместитель председателя. Вот. Приехал я туда. Сижу внизу, завтракаю. В ресторане, да, внизу, в гостинице «Алькрон». Взял круассан, такая булочка хорошая. Взял ее, начал жевать. Вдруг по лестнице спускается богиня. Это была Вишневская. У меня круассан застрял. Смотрю, глазам не верю. Понимаете? Вот. Ну, и что началось? Началось то, что до сих пор этот круассан я и так и не проглотил. Вот где-то не было. А вот ты же потом. Но... Но, знаете, но больше того, когда я увидел красоту, на меня что-то навалило тоже каким-то промыслом. Я начал так остыть. Я никогда не был таким островом, как все 4 дня. В 4 дня я начал остыть безумно. И Вишневская начала хохотать сначала. Улыбаться, потом хохотать. На третий день она вот так вот взялась и сказала, я вас умоляю, больше меня не смешить. За 3 дня у меня столько морщин появилось. Вот. Ну, вы знаете, я и смешился на 4-й день. И после этого, видимо, от смеха она потеряла сопротивленность. Я хочу попросить нашего друга, министра культуры Азербайджана Пулада Бюлли-Бюлли-Аглы сказать несколько слов. Пожалуйста. Спасибо. Баку дал миру очень много известных людей. Но среди этих известных людей особое место занимает Слава Растропович. Я позволю себе говорить Слава Растроповича, потому что он этого требует. Те, кто его знают близко, знают, что он требует, чтобы с ним разговаривали на «ты», и называли его Слава. Мне, как кавказскому человеку делать это очень трудно, чем обращаться старше себя. Но он так требует. Ну, наверное, наши многие телезрители знают, что я прежде всего музыкант, а потом уже министр культуры. И я счастлив, что в оба приезда Растроповича мне добилось побывать рядом с ним, быть рядом с ним, помогать ему в этих поездках. Но самое большое впечатление для меня осталось в поездке, потому что я сопровождал его в этой поездке к беженцам. Была 40-градусная жара, беженцы живут в палатках и в вагонах, которые нагреваются, как известно, вагоны железные. И я был свидетелем того, как великий маэстро, великий гражданин сопереживал этим несчастным людям. Как мы его не могли вытащить из этих палаток, говоря о том, что уже надо ехать, и нас ждут в другом районе. Я думаю, наверное, это очень правильно, что Слава изъявил желание посмотреть, увидел это своими глазами и, наверное, донесет эту правду до всего мира. Я вам должен сказать честно, что я, может быть, никогда в жизни не был в таком подавленном состоянии, как я был там. Вы знаете, то, что когда говорят, люди живут в палатках, ну, представляете себе палатку, ну, что в конечной, понимаете, туристы иногда живут в палатках, когда ездят. Но то, что я там увидел, это потрясло меня на весь остаток моей жизни. Вы знаете, там я увидел такие какие-то контрасты. Я увидел там и с одной стороны какую-то безнадежность в людях, а с другой стороны я увидел у людей все-таки желание воспитать хорошо детей. Вы знаете, я там был в школах. Что такое школы? Школы – это тоже какие-то землянки. Вот я, например, сейчас в одном только месте было 580 вагонов для скота, железных вагонов. Вот там жили семьи, ведь 580 только в одном участке. Там жили. Но сейчас там никто не может находиться из-за жажды. Все находятся под колесом между эльцами. И вот между эльцами я увидел, как учительница учит маленьких детей. Она их учитает в медики. Учит. В другом, я увидел, в другом лагере, я увидел, как десятиклассники сдавали физику. Но там просто какие-то стулья были, какой-то тент натянут. Понимаете? И вот учителя там – это подвижники. Им нужно ставить памятники при жизни. Потому что они заботятся о том, чтобы там вырастали люди достойные своего народа. Достойные, не униженные такой жизнью. Они мне говорили очень просто – нам не нужно помогать. Мы знаем, что у нас уже на наших землях, на которых мы жили, так сказать, на землях, которые принадлежали нашей республике, Азербайджану, мы жили там, вот, в своих домах. Ну, хорошо, домов нет, но там похоронены наши близкие. Мы хотим вернуться на землю. Больше мы ничего не хотим. Вы знаете, и вот это, и потом я вам надо сказать, что меня вообще потрясло. И что во мне вызвало настоящие слезы, я не мог издержать. Когда вдруг они решили меня развеселить, прижимали в маленькое помещение, и вдруг такие малюсенькие девчоночки, с такими глубокими, темными глазами, черными глазами, вдруг они стали мне танцевать. Танцевать, чтобы меня развеселить. Вы знаете, это никогда в жизни я не забуду. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я себя чувствую, как в Баку. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Знаете, Баку, кроме многих других своих, я считаю, что достойных качеств, всегда являлся городом очень музыкальным, и музыкальным, ну, в самом таком высоком понимании этого слова. И не случайно, что такой великий музыкант, как Мстислав Растропович, тоже родился на азербайджанской земле в Баку. Не случайно, что ее отец в свое время прибыл сюда именно для того, чтобы работать и вместе с тем помочь народу Азербайджана создавать школу высокого профессиональной музыки. Позавчера, когда мы с вами были в музыкальной академии, и мы с вами вместе послушали тех людей, которые с вами вместе находились несколько дней. И я, знаете, сидел и думал, какое большое счастье, что растет новое поколение, есть таланты, и они действительно очень выдающиеся. И азербайджанский народ может быть спокоен, что и дальше традиция музыкального искусства в Азербайджане, профессиональной музыки в Азербайджане будет двигаться вперед, развиваться. И в этом отношении слава ваше, заслуга, ваша роль неоценима. Вот здесь, на этой высокой точке, где в свое время вы тоже много раз бывали, я тоже много раз бывал, я рад, что я с вами нахожусь здесь рядом вместе, и рад, что вы в окружении своих друзей. И здесь я говорю, говорю, вот, смотря, небо ясное, море Каспийское, город прекрасный под ногами нашими, спасибо вам за все, то, что вы делаете вообще, в целом, для развития искусства, музыки, и спасибо ту огромную помощь, которую вы оказываете Азербайджану, азербайджанскому искусству, азербайджанской культуре. Спасибо. АПЛОДИМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok